Аль-Хамду лилляхи, Руббилля алямин, вассалату, вассаламу, аля Набина Мухаммадин, аля Алихи, вассахбихи, вассаляма, Баркалуфикум, продолжаем наш разговор о Единобожии в вопросах и ответах. Мы дошли, Баркалуфикум, до слов Всевышнего Аллаха, Субханна Аталию, «Када Роббука, аля та'буду, илля Ийяху, ва билва лидайни Ихсана». «И постановил Твой Господь, что нельзя поклоняться никому, кроме Аллаха, и что следует проявлять благочестие к родителям». Ших задал вопрос, сказал, «Ишрахави ил-Айя, разъясни этот аят». «Ва маху алихсану ил-Аль-Валидайни», что подразумевается под термином «благочестие к родителям». «Ва лима дакаран Аллаху алихсана ил-Айхима би-ибадати» «Почему Всевышний Аллах упомянул благочестие к родителям сразу же после упоминания того, что поклоняться надо ему одному, Субханна Аталию?» Джаваб Шиих ответил, «Ахбар Аллаху таалянна укада ай амара ва ауса би-ибадати ги вахда гуду намасива». Всевышний Аллах сообщил о том, что Он приказал и завещал поклоняться только одному Ему и не поклоняться никому, кроме Него. «Ва амара ва ауса би-ибадати ги вахда гуду намасива». «И приказал проявлять благочестие к родителям». «Кама амара би-ибадати ги вахда гуля шарикаля» точно так же, как и приказал поклоняться Ему одному, Субханна Аталию. «Валихсану или валидайн», говорит шейх, «под благочестием к родителям подразумевается бирра гума, бирра гума, благочестие к ним. Таат у гума, подчинение им. Вата ваду ла гума, смирение или же проявление скромности перед ними, барк лауфикам». Ученые говорят иногда о том, что если Всевышний Аллах что-то приказал, в общем, как мы сказали, благочестие к родителям, и не упомянул четкие рамки благочестия, как понять тогда хорошо подчинение родителям? Как понять подчинение родителям? Допустим, благочестие к ним, как? Они говорят, барк лауфикам, что это возвращается урф. Возвращается что? Урф, обычай. И в первую очередь всегда ставится урф чего? Урф шариата. Откуда мы можем знать обычай шариата, какой в отношении родителей? Для этого мы должны вернуться к сунне пророка, салаллаху алейхи ассалям, и послушать, что сказано в сунне о благочестии к родителям. Как практиковались подвижники пророка, салаллаху алейхи ассалям, благочестия к родителям? До сподвижников пророк салаллам, пророки, упомянутые в Куране, как проявляли благочестие к родителям? Как, допустим, Всевышний Аллах субхану алейхи ассалям говорит об Ибрагиме, алейхи ассалям, как он разговаривал со своим отцом? Говорил, я абади. Почему ты поклоняешься тому, что не слышит, не видит и ничем тебе не может помочь? В этом самом мы видим, как проявляется благочестие в разговорах, а это мягкость. Аллах говорит в Коране также о благочестии их родителям. И опусти перед ними крылья смирения. Вернись в сиру пророка, в его сунну, и ты видишь, как сподвижники практиковали, как они разговаривали со своими родителями. Из них был кто? Абу-Гурайр, как он переживал за маму, за свою, и так далее, и тому подобное. Если кто хочет подробно с этим познакомиться, я побуждаю их вернуться к серии уроков. Называется книга Благонравия, Ада Бульмуфрат, Имама Бухари. И первые несколько глав посвящены именно благочестию к родителям. Если вы прослушаете, вы поймете приказ, которым вас обязал Всевышний. Аллах сказал, Господь повелел вам, приказал вам, завещал вам поклоняться только одному ему и проявлять благочестие к родителям. Услышал приказ? Вернись в сунну, изучи, как выполнить этот приказ. В продолжении этой же темы, шейк говорит, И Всевышний Аллах упомянул благочестие к родителям после поклонения ему одному, для того, чтобы указать на достоинство родителей. Для того, чтобы указать, насколько велики их права, для того, чтобы указать на то, что после прав Всевышнего Аллаха больше всего прав на тебя имеют кто? Родители. Аллаху аля. Шейк говорит, Ишрах кавляху тааля, Поклоняйтесь Аллаху и ничего, или же никого, не предавайте ему в сотоварищи. Каким бы это ширк не был, будь это большой ширк, будь это маленький ширк. Шейк говорит, ответ на вопрос, растолкует этот аят. В этом аяте приказ от Всевышнего Аллаха, который содержит в себе приказ, то есть приказ от Всевышнего Аллаха о том, что надо поклоняться только одному единому Всевышнему Аллаху и никого и ничего не предавать ему в сотоварищи. Мы с вами уже об этом говорили не раз в разных уроках о том, что поклонение это все, что любит Всевышний Аллаху и чем он доволен. Будь это слова, будь это дела, будь они явные, то есть как слова языка или дела органов, будь они внутренние, как слова сердца или же дела сердца. Вот все. Откуда мы обо всем этом можем узнать, что любит Аллах и чем он доволен, какими делами, какими словами, будь они явные, будь это скрытыми. На это нам указывает Куран и Сунна, то есть изучая Куран и Сунну и видя в Куране и Сунне, что то или иное дело Всевышний Аллах любит. А как мы об этом узнаем? Аллах приказал, Аллах побудил, Аллах обещал награду, Аллах сказал, что спасет от огня и так далее, подобные контексты. Вот из этих контекстов мы узнаем, что Всевышний Аллах любит эти дела или эти слова. Доволен этими делами, этими словами. Если мы об этом узнаем, мы понимаем, что все это нужно посвящать только одному Всевышнему, Аллах спанаталь. И в этих словах и в этих делах ни в коем случае никого не предавать ему сотоварищи Субахану Аталя. Поэтому шейх говорит следующий вопрос. Почему эти аяты? Для чего шейх упомянул эти аяты в Книге О Единобожье? Шейх говорит. Потому что во всех этих упомянутых аятах будет аят в Абуду Аллаху в Аля Тушрику обещай, или аят в Акадару Букаля Таабуду Иля Я, и так далее. Все эти аяты указывают на то, что поклоняться следует только одному Всевышнему Аллаху. То есть обязательно нужно поклоняться только одному Всевышнему Аллаху. И никого не предавать ему сотоварищи Баракаллауфику. Следующий аят Всевышний Аллах Субхану Аталя говорит. Скажи, приходите. Я вам прочитаю или же расскажу вам о том, что Господь для вас сделал запретным. Первое, что Он сделал для вас запретным, это предавать кого-то или что-то ему в сотоварищи. Шейх говорит. Разъясни, что значит слова Таалю Атлю. Что значит слово Таалю Атлю. Таалю Галюму, то есть приходите в Акбелю. То есть приближайтесь. Приближайтесь, приходите. Утлю, то есть Атлю Акрау Акуссу. Я вам прочитаю, я вам расскажу. Шарх ли Ая, что касается толкования аята. Я куль Аллаху Тааля, куль я Мухаммад ли Гауля иль Мушрикин, аль-лязина Абаду, гайр Аллаху, харраму маразакухум Аллах. Скажи вам, Мухаммад, этим многобожникам, которые поклоняются помимо Аллаха кому-то еще и запретили то, что Всевышний, то, чем Всевышний Аллах спонталя наделил, то есть какими-то уделами, они взяли сами для себя решили. Вот это будет для нас харам, вот это будет для нас халяль. То есть не опираясь на что? На Кур'ан и Сунну. Приходите ко мне, подойдите ко мне. Я вам расскажу о том, что на самом деле вам запретил Господь Субханалаталя. И что вам завещал оставлять? Ширк в первую очередь, это ширк. В этом аяте, Барак Аллауфикум, или в этих словах указание на то, что тот, кто говорит о запретности той или иной вещи, кто? Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. И если кто-то в общине говорит о чем-то, что эта вещь харам, или эта вещь халяль, не опираясь на Кур'ан и Сунну, этот человек является лгуном. Этот человек является лгуном. Потому что Аллах приказал пророку сказать, «Таалю атлю». Приходите, я вам скажу. Я вам скажу. То есть кто? Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. И поэтому, когда появляются всякие организации, которые ставят печати, харам, халяль, и при этом не опираются на Кур'ан и Сунну, просто так вот. Им заплатили деньги, поставили халяль. Не заплатили деньги, не поставили печать халяль. Эти люди являются теми, кто противоречит этому аяту. И поэтому, если кто-то запрещает что-то, он обязательно должен привести довод из Кур'ана и Сунну, а иначе он выступил против аяту Аллаху аль-Мустам. Абдулла ибн Масуд, рады и Аллаху ангу, говорит, На завещание Мухаммада, на котором стоит печать, пусть читает эти слова. Этот хадис передал Барак Аллахуфикум Тирмизию и назвал его достоверным. Шейх дальше говорит, Какой смысл содержится в словах ибн Масуда, рады и Аллаху? Почему? То есть, слова ибн Масуда, то есть, в чем есть соответствие, или почему слова ибн Масуда упомянуты в книге по единобожию? Шейх говорит, Тот, кто хочет посмотреть на завещание, которое как будто бы написано, на которое как будто бы поставлено печать, и при этом ничего там не было изменено, то есть, в этом завещании то есть, ибн Масуда, рады и Аллахуфикум Тирмизию, то есть, ибн Масуда, рады и Аллахуфикум Тирмизию, сравнил это с письмом, которое написали, положили в конверт и печать. Знаете, раньше, как печать ставили? То есть, печать, не в смысле печать, просто вот значок, а печать прямо, знаете, замазывали воском. Вот это под печатью подразумевается. То есть, в котором ничего не добавлено и ничего не убавлено. Пусть прочитает эти аяты. В этом указании Баракулуфикум Адулла и Аллахуфикум показал о том, каково было завещание Мухаммада, в чем он провел свою жизнь. Вся его жизнь была в чем? В призыве к единобожию. Баракулуфикум. Поэтому дальше говорит, Поистине это завещание содержит в себе, или поистине это письмо завещает, или это таят содержит в себе завещание Мухаммада, саллаху асалям. Ведь мы же знаем, что пророк, салусям, завещал своим сподвижникам и всей своей общине держаться за книгу Аллаха Субханалаталя. Как он говорил, Я поистине оставляю вам то, за что если вы будете держаться, никогда не заблудитесь. Китаб Аллах. Это что, книга Всевышнего Аллаха? Это хадис перед Алмустром. Мы с вами не раз говорили в разных уроках, то что ученые говорят, что есть в арабском языке, в Коране и Сунне слова, если они упомянуты в паре, каждый подразумевает под собой отдельный смысл. Если же они упомянуты отдельно, каждый в том или ином тексте, то они охватывают собой как сам смысл, то есть самого слова, так и смысл второго слова, как иман и ислам. Если иман и ислам упомянуты вместе, то под иманом подразумеваются внутренние дела, под исламом наружные дела. Если же иман упомянут сам по себе, то он подразумевает под собой как внутренние дела сердец, так и наружные дела. И поэтому, если в том или ином аяте упомянуто только слово иман, оно подразумевает под собой как веру в ангелов, так и молитву, и уразу, и хач, и так далее. Вот так же и слово китабулла, книга Аллаха. Если она упомянута вместе с сунной, то каждый подразумевает под собой определенный смысл. То есть книга Аллаха, Кур'ан, которую мы читаем, Барак Аллаху Фикум, сунна, это то, что передается от пророка Мухаммаду Саласа. Если же упомянут, Барак Аллаху, книга отдельно, то под ней подразумевается как Куран, так и сунна пророка Салаллаху Саляму. И Барак Аллаху Фикум, последний момент, Мунас Саббатулли Китаби Таухид. Какое соответствие этого ацара, или этого предания Табулы Ибнамасауда то, что в этом указании на важность тех приказов, которые упомянуты в этом аяте, и начало этих аятов содержит в себе что? Запрет предавать кого-то, или что-то в сотоварище Аллах спонтали, и так как это противоречие единобожие, если бы оставил какое-нибудь завещание после себя, то есть помимо того, что он завещал держаться в книге Аллах, то он именно, то есть в какой-то более конкретный момент, то именно бы он завещал что? Поклоняться одному Всевышнему Аллаху, и никого и ничего бы не предавать ему, сотоварищи Аллаху Али.